Траурно-памятные мероприятия прошли и у стен Бендерской крепости. Это одна из трагических точек на карте города. Летом и осенью 41-го там орудовали нацисты. Специально созданная комиссия по расследованию их злодеяний обнаружила четыре расстрельные ямы. Это было еще в 1944-м. 11 миллионов человек. Именно столько людей еврейской национальности хотели уничтожить нацистские главари. Чудовищный план истребления народа они приняли еще в 41-м. Концлагеря и гетто развернулись не только на территории Третьего рейха. Марши смерти, массовые расстрелы были в Террасполе, Рыбнице, Дубосарах и Бендерах. 8 августа 44-го года у рва Бендерской крепости было убито 58 человек, 8 из которых дети. В 1997 году еврейская община Бендер установила здесь памятный знак. Нынешняя мемориальная плита – часть общей истории. Ее чтут по всему Приднестровью. Целый мемориальный комплекс появился в Бендерах. Я поделился этой идеей с Вадимом Николаевичем. То, что удалось сделать потом с его помощью, это вообще как бы выше всего. То есть у меня в воображении даже не было такого. Конечно, безмерная благодарность к такому отношению, искренняя признательность от общины и Молдовы, и нашей городской за такое внимательное отношение, за то, что удалось сделать такой мемориал и оставить в памяти, сохранить эти трагические события для нас, для потомков. Память объединяет. Участники возложения говорили о сопротивлении и героизме советского народа вместе со многими представителями других национальностей. Евреи воевали на фронтах Великой Отечественной, в партизанских отрядах, организовывали восстания в гетто и лагерях смерти. Знать и помнить о мощной силе единства – задача будущих поколений. Нам предлагают забыть Бабий Яр, 100 тысяч расстрелянных, Дальник под Одессой, 28, Бывасарскую трагедию, Бендерскую, Кишинёй, Касаутскую. Как мы можем забыть? Живые люди, за что их убивали? А мы должны ответить, чем? Вот сегодня наш ответ – это памятники, это озвучить всю эту историю, потому что завтра это может быть с любым народом. Не допустить трагедию вновь и сохранить память. После открытия мемориальной плиты президенты, почетные гости, зажгли поминальные свечи в храме Александра Невского.